Найти и обезвредить. Молодые активисты, дружинники, общественники посвятили свой выходной день борьбе с дурман-травой. При участии полиции и наркоконтроля в пригороде провели акцию МАК. Как таковых плантаций дикорастущих коноплей в селах нет, но встречаются отдельные очаги на улицах. Уничтожали опасную траву методом покоса. Обезвредили заросли площадью 70 квадратных метров. Скошенные дурманищие растения впоследствии сожгли. Такие акции проводят в Барнауле повсеместно, однако, по словам специалистов, эффективнее было бы уничтожать дикорастущую коноплю химикатами. Пробные шаги будут предприняты в этом направлении. Ну и, конечно же, уничтожать лучше, когда она только появляется на первоначальном этапе, а не когда она уже созрела, чтобы не сыпались семена с нее. Чем раньше, тем лучше, так скажем. Молодые парламентарии сегодня сделали доброе дело. Принесли в соцзащиту одежду, игрушки, книги для малоимущих. Парни и девушки говорят, собирались миру по нитке. Клич бросили в социальных сетях на официальном городском сайте. И неравнодушные барнаульцы откликнулись. В итоге все вещи распределят между территориальными центрами помощи семье и детям. Уже на этой неделе стартует еще одна социальная акция «Соберем детей в школу». Молодые люди также обещали подключить свои усилия. На этот раз делать упор на канцелярию и книги. Эта акция направлена не на то, чтобы собрать определенную помощь. Она направлена на то, чтобы показать другим людям, что нужно помогать людям, которые в этом нуждаются. И это очень остро-социальная проблема, поскольку уровень жизни многих людей в городе Барнауле не настолько высок, чтобы самостоятельно, допустим, одеть ребенка в школу. На подходе вторая волна атаки клещей. Ее эксперты Роспотребнадзора прогнозируют в середине августа и предостерегают. Опасность подцепить клеща сохраняется в течение всего теплого времени года. Специалисты напоминают, обезопасить себя от клещей можно с помощью репеллентов и защитной одежды. А при укусах своевременно обращаться за медицинской помощью. За последнюю неделю в клинике Края пришли около 130 человек по поводу присасывания этих насекомых. Всего с начала эпидсезона более 10 тысяч. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден почти у 30 пострадавших. Тяжелобольных и летальных исходов не зарегистрировано.